МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С нами сегодня здесь коллектив «Шесть океанов», и я думаю, сегодня будут звучать не только какие-то интересные факты, может быть, какие-то новости от ребят, но и, конечно же, приглашение на концерт, который не за горами. Мы работаем в прямом эфире, потому звоните нам, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. 202-11-22, телефон прямого эфира. Ну и, собственно, сегодня для вас розыгрыш. Будем разыгрывать билеты в кино, билеты на концерт юмориста-пародиста Игоря Христенко. Я думаю, что желающие найдутся. Так что присоединяйтесь к нашему эфиру. Ну что, этот легендарный коллектив, мне кажется, и не менее легендарные представители с большим удовольствием сегодня оказались в нашей студии. Здесь с нами Артем Некрасов, нынешний участник группы. В общем-то, всех, все его уже знают и любят. Ну и, собственно, основатель и лидер, двигатель. В общем, сердце, душа коллектива не только этого, Сергей Снеговский. Привет, дорогие друзья. Добрый день. Ну что, как праздники, как настроение, как здоровье? Все ли хорошо? Праздники такое ощущение, что они еще начались с начала Нового года. Поэтому по инерции праздничное настроение не покидает. Слишком большой был разгон. Ну вот, сейчас мы готовы работать. Работать. Войти в рабочий ритм, да. Артем, у тебя как? Со здоровичком? Аналогично. Аналогично, понятно. Бодры, свежие мои. Бодры, веселые. Это самое главное. Ну что, у нас концерт, точнее, не у нас концерт, а у вас концерт, а мы-то там будем. Чего интересного готовите? И почему решили отмечать не круглую, но все же приятную дату 9 лет? Ну, потому что как, принято юбилеи отмечать в основном там 10-5 лет, как обычно, ну, вопреки этой традиции скорее просто. Ну, почему 9 лет не отметить? Да, мы же не знаем там, например, что будет там через год. Может, уже не будет такого проекта, как Шестихьянов. Как? Ну, мало ли. Вот, и поэтому решили просто спонтанно вот так делать, позвать Максима Аншукова из группы Ключевая. Такой вот артист будет у нас специальный гость, приглашенный. Будет исполнено порядка 40 песен за весь период существования проекта. Будут люди, которые принимали участие в проектах. Да, да, музыканты, с кем мы в течение этого времени доводились сотрудничать. То есть они будут тоже выходить что-то петь? Да, да. Не петь, а играть. И баян, и клавиши. Аккомпанировать. И сейчас решаем весь аккомпанимент, который использовался. Планируем задействовать. То есть у вас такой большой, ну не отчетный, но, по крайней мере, такой концерт с гостями. Собрание друзей, скажем такое. Собрание друзей под музыку. Понятно. Вот, Артем, у меня хочется тебя спросить. Тебя уже все хорошо принимают и ассоциируют с группой «Шесть океанов». Вот сколько лет ты уже в коллективе? Я уж забыл считать, забыл. Ну, в «Национном смотрителе» я помню два года. А в «Шесть океанов» лет пять-шесть. Ну, четыре-пять где-то, да. Ну, четыре-пять. Если сейчас покопаться, в принципе... Можно вычислить. Можно вычислить, да. Мы просто не задумывались, сколько Артем играет. Я думаю, что вот как раз-таки после концерта вы отправляетесь в тур. Ну, да. Какие города будут вас принимать, ожидать? Будет Москва, будет Тольятти, Ижевск, Набережные Челны, Пенза, Саратов. Что там еще-то у нас? Ижевск. Был. Был? Был уже Ижевск. Набережные Челны. Что-то еще. Набережные Челны. Газань. Да. Мы туда в сторону. Пенза. В Ванну Восток. Ульяновск. Арзамас. Арзамас, да. Нижний Новгород. Ровно год назад ты там был, да? Был год назад, да. Он потерял там прибор. Не потерял, а оставил. Придется вернуться. Да, заберем. Я оставил там тюнер. Да, кстати, в Пензе тоже. Вот очень хорошая традиция забывать тюнер в городах, чтобы для того, чтобы потом туда вернуться, например. Понятно. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните там, не стесняйтесь. Я думаю, что ребята пришли с гитарами не просто так показать, что они у них есть, они на нам обязательно на них сыграют. У меня еще диск даже есть с собой. Диск с собой? Да, если что, подарите кому-нибудь диск. Конечно, обязательно мы это сделаем. Может быть, что-то так раз для настроения, так сказать, сыграем для... Сыграем какую-нибудь хорошую песню. Какую хорошую? У вас их много хороших. Они все хорошие. Все хорошие. Все хорошие. Рано, начнем с самой хорошей. Ты меня не любишь, не жалеешь, Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо, от страсти млеешь, Мне на плечи руки опусти. Молодая, с чувственной москала, Я с тобой не нежен и не труд. Расскажи мне, скольких ты ласкала, Сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, Не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, А теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, Думаешь о ком-нибудь другом. Я и сам люблю тебя не очень, Утопая в дальнем дорогом. Этот пыл, не называй судьбою, Легкодунно вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобою, Улыбнусь спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой распылять, Безрадостные дни только нет, Сломанных не трогай только нет, Горевших не манни. И когда с другим по переулку Ты пройдешь, болтая про любовь, Может быть, я выйду на прогулку И с тобою встретимся мы вновь. Отвернув к другому, ближе плечи И немного наклонившись вниз, Ты мне скажешь, Тихо, добрый вечер, Я отвечу, добрый вечер, мисс. И ничто души не погребожит, И ничто ее не бросит. Брось, кто любил, Уж тот любить не сможет, Кто сгорел, Того не подожжешь. Ну вот, Есенин, дорогой, Любимый всеми нами в исполнении Группы «Шесть океанов» 202-11-22, Телефон прямого эфира. Немного давайте мы сейчас с вами поиграем, Пока ребята передохнут. Друзья, фото-вопрос в студию, Пожалуйста, кинокадр, Разыгрываем билеты в кино. Но предлагаю отгадать, Что же за фильм у нас на экране. Если знаете, звоните. 202-11-22. Телефон прямого эфира. Что же за фильм мы загадали? Билеты в кино, в киномечту Вам на двоих достанутся. Так что можно будет приятное время провести. Откуда такая любовь к Есенину? Вот все равно всех этот вопрос Так или иначе волнует. Ну, откуда любовь берется? Есть что-то вот близкое душе, сердцу? Вот оно и есть, в принципе. Как ты это объяснишь? Ну, вряд ли Сережа Снеговский, Собственно, как-то, например, Учаясь в школе, сидя за партой, Думал когда-то, что он будет петь Стихотворение, перекладывать на музыку. Не думал. Когда это произошло? Это произошло в начале 2000, где-то, может быть, В 2004, может быть, 2005 году. То есть просто так вот как-то проникся? Ну, книжка, да, в руки попала. Как бы Есенин, конечно, все знают. И у каждого, наверняка, сборник-то есть тоже. Ну, да. Стоит там в стенках, там, да, в этих вот... В сервантах. В шкафах. Ну, вот и похожая история была. Жил на съемных квартирах тогда. И вот книги остались. И читал Есенин. Вот проникся. И с тех пор как бы... А тут еще и фильм вышел как раз, по-моему, в ту пору. Вот, и все наслоилось, и проникло глубоко в сердце, в общем-то. И с тех пор книжка Есенин у меня всегда на почетном месте. На столике дома лежит. А у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Добрый. Добрый. Здравствуйте. Я узнала кадры фильма. Служебный роман. Конечно. Это правильный ответ. Я хотела бы спросить у вас. Вот ребята в нашей студии сейчас поют композиции своей песни на стихи Есенина. Вот вы как к этому свое мнение имеете? Ну, я бы хотела ребятам задать вопрос. Давайте. Вот группа называется «Шесть океанов». Так. Правильно? Правильно, правильно. Все верно. А в основе почему шесть, а не четыре? Всего четыре океана на земном шаре. Вот такой вам вопрос с подвохом. Спасибо. Ну, на самом деле, я был готов к такому вопросу. Почему и два океана, да? В общем, в обществе принято считать пять океанов, на самом деле. Включая вот с недавних пор еще южный. Так вот есть. Ну, а шестой океан – это океан творческий. Это вот как раз то, чем мы занимаемся. Хотелось бы вот такой вот метафоре преподнести это все. То есть что-то не существующее, но… Не существующее, но существующее. Да, но существующее. Кстати, вот ваш друг, товарищ и многим знакомый наш самарский, известный человек Юр Кузьмин сообщил такое, что изначально вообще проект назывался «Шестой океан». Но позже выяснилось, что одноименный проект есть в Москве, и группу переименовали. Но он ошибся не в Москве, как это оказалось, а в Оренбурге. В Оренбурге. Вон в Оренбурге, он в Зулуке там. У нас по стечению обстоятельств вот так вот складывается. Месяц назад мы ездили. Да, у нас был концерт такой выездной небольшой, там как типа квартирника. И так получилось, что на этом мероприятии оказался человек, который как раз вот «Шестой океан», вот эта вот группа, которая 10 лет назад там была, сейчас уже не существует. Вот так дорожки пересеклись, а село как называлось? Калтубянка. Калтубянка. В селе Калтубянка Оренбургской области встретился с чуваком, который вот вокалист «Шестого океана». И мне еще писал по электронной почте тогда, что Сергей, уже есть такая группа. Ну, мы, конечно... Переименовались. Да. Мы встретились по-доброму как-то так пообщаться? Конечно, конечно. Обязательно договорились еще встретиться. Вот зовет к себе в Калтубянку, мы его зовем в Самару. Слушайте, ну, по селам это прям ближе к народу. Ну, мы разъехали. Здорово, друзья. 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните нам, пишите. Собственно, у нас есть группа, программа «Универсальный формат». Ну, и, собственно, давайте я вот хочу такой вопрос задать. Коля, мы уже говорим про «Шесть океанов», про их творчество. Голосование у вас идет во встрече, приуроченное как раз-таки концерту. И как раз-таки идет очень активный такой опрос. Любимый альбом. Представлено шесть альбомов. Да. Да, причем у нас даже есть фотографии этих альбомов. Давайте посмотрим. Можно хотя бы вкратце рассказать про каждый. «Шесть океанов», «Не жалею, не зову, не плачу». Альбом на стихе Сергея Есенина. Тут просто вообще. Ну, тут все понятно. Все понятно. Да, пока как бы за него 34 процента с половинкой лидер. «Сирены». А твой дебютный альбом, по-моему, да? Нет, первый я начал на Есении уже. Ну, вот это на стихи не Есенина, это на мои стихи уже. Это да. Вот, это здесь Артем у нас дебютировал в качестве музыканта. Вот, что есть альбом «Сирены». Да, это вот именно в авторском творчестве. Эта пластинка больше относится к фолковому звучанию. Мы сделали такой вот акцент на фольклорной музыке. Добавление, точнее, фолка вот в наше. Вдруг как-то произошло. Как это вдруг произошло так вот? Ну, интересно было в этом направлении. Да, ну, мне очень нравится в последнее время творчество группы «Калинов мост». Дмитрий Гривякин. Да, и вот это повлияло, в принципе. Вот еще один тоже, кстати, собственно, лидер в 2010 год. А это потому, что в 2010 год там были, ну, не то, что пробы пера, но это еще, я бы назвал, наверное, отрочество проекта. И песни писались, ну, видимо, больше для понимания того вот круга людей, который тогда нас окружал. А у нас очень большая тусовка была. Альбом был написан в такую бурную деятельность, молодую, такую, живую. Шести океанов еще. Такой ностальгии, Сергей. Ну, в общем-то, пока лидирует альбом по Есенину «Не жалею, не забываю, не плачу». Это хорошо или плохо, как ты думаешь, как человек-основатель коллектива? Значит, народ-то проникает? Да, я думаю, на самом деле. Не, народ проникается, да, по-любому. То есть мы уже не первый год делаем традиционные вечера Сергея Александровича Есенина. Дню рождения. В Ругваль-подвал, да, к дню рождения. В этом году 120-летие поэта, естественно, мы это все будем делать в более таком грандиозном масштабе. Также у нас планируется и тур тоже по России к этому замечательному событию. Ну, тем не менее, кстати, вот многие сейчас видят лидера коллектива «Шесть океанов» в шапке, да? Но есть у меня, ну не скажу, что компромат. Все его видели на фотографиях разных лет. Давайте их посмотрим. Сережа, ну расскажи, что за парик? Откуда вообще эта история взялась? Вот 2012 год, если я не ошибаюсь. Давняя история. Почему так? Да, не история, да. У нас первый концерт в парике, который прошел, это был такой клуб-полигон. Сейчас это «Метелица» называется. И он общезнакомая, подружка принесла вот рыжий парик такой огненный. А мы же тогда любили выступать во всяких балахонах, ну как-то такой сценический имидж. Ипотаж. Искали, эпатировали, да, публику. И на меня надели, в общем-то, этот парик. Я, естественно, не отмахивался. Я вообще люблю за такие вот какие-то вещи необычные. На сцене уже выступил с париком, после чего мне передавали привет «Рожеволосому снегу». И говорили, что «О, круто было, там все понравилось». Многие, кстати, думали изначально, что это два разных человека, если что. Да, да, до сих пор думают даже. И этот парик, в общем-то, он остался в качестве, ну не знаю, эксперимента сначала, но потом он прирос, потому что мне самому понравилось. То есть, ну, вы станционно смотрите, все-таки динамичная музыка. И приходится там, ну, трясти головой, там, удобно, в общем, волосы такие вот иметь. И Коля тоже будет? Коля будет, да, обязательно. Понятно. Ну, то есть, сейчас он где-то стоит, я не знаю, там, на трехлитровой банке дома, на каком-нибудь почетном месте. Тут это уже... Парик? Да, парик, но не Коля. Нет, первый был, первый был украден. Серьезно? Да. То есть, сперли откуда-то из выступления? В бумажной луне, там что-то был концерт, когда давно-давно, уже лет тоже пять назад, первый парик исчез. Совсем недавно произошла мистическая история со вторым париком тоже. После чего я решил парике чуть-чуть отодвинуться в пользу шатки. Слушай, ну, может быть, это какая-нибудь фанатка или фанат сейчас... Да, ну, непонятно. Он вообще, на самом деле, не хочу никого мистифицировать, но пропал ночью из закрытого помещения. Никого не было. Ушел. Ушел как-то, вот и все. Понятно. Ну, вот вы зажигаете, я думаю, друзья. Если вы еще ни разу не были на концерте Сергея, обязательно приходите, потому что это, ну, перформансы, по-другому не назовешь это шоу. Тем более, что будет, да, световое какое-то оформление в этом. Да, мы специально заказываем много света, чтобы все смотрелось очень хорошо. И ярко. Очень достойно, и ярко, да, конечно же. Ну что, я думаю, сейчас еще мы что-нибудь споем. То, что, может быть, даже и вы подпевать будете. Что это будет в себе? Вот так, да, неожиданно, ну ладно. Нет, я за любой кипиш, что споете, то подпевать и будем. В этом доме нет, на этой улице нет. В этом городе тоже нет тебя. Визуально нет, но я как парфюмер. Чусую твой Шанель. Ты на фоне комет, золотых эфалет. На фоне дальних планет ищешь меня, так же, как и я. Как тебя найти в потоке дней? Искать среди людей страх и ненависть, любовь их нет. Смотрите люди, я кидаю их на север и на юг, на запад и восток. Терпеливо жду по земле, хотя бы один вздох. В этом доме нет, на этой улице нет. Таких порочных глаз и на фоне других синих планет. Нас еще нет, еще нас, я не знаю ответ, не знаю ответ. Но свой больной вопрос жлю тебе привет, горячий привет. До самых звезд тебя найти в потоке дней. Искать среди людей страх и ненависть, любовь и гнев. Смотрите люди, я кидаю их на север и на юг, на запад и восток. Терпеливо жду по земле, хотя бы один вздох. Как тебя найти в потоке дней? Искать среди людей страх и ненависть, любовь и гнев. Смотрите люди, я кидаю их на север и на юг, на запад и восток. Терпеливо жду по земле, хотя бы один вздох. Ну сиди невозможно эту музыку слушать. Сережа, признаюсь тебе, я вот в спортзале под твою музыку занимаюсь. Да, круто. На самом деле, действительно, друзья, усидеть невозможно. Под все. Начинаю, включаю. У меня вот есть даже специальные такие песни, на которых я по дорожке бегаю. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. Ну а мы в очередной раз дадим вам шанс сейчас выиграть и пригласить кого-то дорогого, например, на концерт Игоря Христенко, известного пародиста, известного эстрадного артиста. И вновь наш кинокадр, фильм, который, наверное, вы все знаете, все любите. Что за фильм? Звоните. 2015-й наступил. Таким ли его ожидали увидеть герои этого фильма? Если узнали, звоните. 202-11-22. Вот, Сергей, компрометирующий такой вопрос. Знаете? Я не знаю. Не знаете? Ну сейчас нам ответят обязательно. Ты сказал, что вот, может быть, на следующий год коллектив-то уже не будет. Ты такой вот сказал. А был ли вообще такой период твоей жизни, когда ты хотел закрыть этот проект? Нет. Не было. Ну, ни про станционный смотритель, ни про шесть океанов. Я не вижу конца. Есть еще и Виабюро, кто не знал. Виабюро. Да, это, но о нем не будем. Это так, коммерческая направляющая. Но, тем не менее, вас знают еще же и по этому направлению. Как вот не разорваться? Как умный налево, красивый направо, а Есенин в шести океанах. Вот как так вот не разорвать душу свою? Ну, не знаю. Может быть, ее просто хватает на все это. Не знаю. Вряд ли получится прям разорваться так. Хотя, может быть, даже еще чего-то не хватает. Ну, много энергии. Много энергии. Я не знаю, куда ее девать. Вот так вот на этом, наверное, мы остановимся. На все хватит, короче. А вот я знаю, что вы ездили даже в Москву и на наше радио. Вы презентовали там тоже свои песни. Как вообще вот московская тусовка принимает твои проекты? Хорошо. Очень нравится, как принимает московская тусовка. Вот мы поедем в Москву. В Москве у нас седьмого концерт. И с шестого у нас опять эфир. Вот на Семену Чайке в программе «Живые». Как вот до этого. На нашем радио. Сейчас это называется свое радио. Да. Вот. Публика принимает. Очень благодарна. Ну, съезжаются ребята. Это вот, ну, кто в Москве учится. Там студенты. Там не только с Москвы. Там из окрестностей. Хотя это тоже, наверное, уже Москва. Да, Королев. Там Солнечногорск. Зеленоград. Ну, всегда пригороды. Поэтому очень все тепло проходит. Всегда хорошо принимает. У нас есть телефонный звонок? Скажите, пожалуйста. Пока нет, есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Ага. Нет пока звонка. Убежал. 202-11-22. Мы разыгрываем пригласительные билеты на концерт юмориста-пародиста Игоря Христиенко. Что за фильм? Звоните. Телефон указан. 202-11-22. Звоните. Не стесняйтесь. Тем не менее, как бы у нас еще есть время для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы как-то, может быть, послушать музыку. Артем, скажи, ты пишешь песни, пишешь тексты? Ты исключительно играющий музыкант? А не было такого, что вот сесть, что-то написать, там, может быть, пишет в стул? Он, может, не признается? Нет, я чуть-чуть помогаю, конечно, тоже по музыке. Пишет. Вот. Ну, можно сказать, в стол, в столик, да. Но потом, вот сейчас для нового альбома есть кое-какие заготовки. То есть так, опа, выложишь все такое. Ну, для Шестикианов, вот, какие-то мои. Если имеешь в виду тексты, он не пишет. Тексты нет. А так музыку пишет, да. Прислал мне вот недавно, говорит, романс сочинил. Вот, что там с ним сделать? Вот, и будем что-нибудь ковырять. Честно. Может, сделаем. Здорово. А у нас есть звонок 202-11-22, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Данила. Данила? Привет. Данила, знаешь ли ты группы Шесть Океанов? Нет. Ну, а сейчас узнал, что скажешь нам? Позвольте. А можно еще раз повтори? Понравилось тебе? Понравилось. Понравилось. Сколько тебе лет, Данил? Двенадцать. Ну, практически ровесник, да, коллектива? Чуть-чуть поставишь. Почти, да. Ну, тем не менее, видимо, взрослые твои хотят сходить на концерт Игоря Христенко. Ну-ка, что же за фильм мы загадали? Назад в будущее. Конечно, это этот фильм, правильно, молодец. Ты, спасибо большое, что нам позвонил. Вот там и все звонят, большие, маленькие. Друзья, тоже присоединяйтесь к эфиру. У вас есть уникальная возможность задать вопрос Сергею, задать вопрос Артему. Может быть, что-то каверзное спросить. Может быть, всю жизнь хотели спросить. А вот сейчас они в прямом эфире не отвертятся. В любом случае, что-то да, ответят. Так что дерзайте, 202-11-22. А не занимаешься ли ты продюсированием каких-то? Тебе подходит, может быть, что-то спрашивает, приносит, допустим. Вот мы молодая команда, помоги нам, Сережа, советом. Вот что делаешь? И молодые, и старые обращаются, в принципе, за какой-то помощью. Ну, посильные. Если приятно это сделать, конечно, с удовольствием помогаю. Например, в Москву как раз на радио мы поедем с тихими играми. Еще такой замечательный коллектив самарский есть. Ну, вообще тоже. Ну, не сказать, что старички. Ну, тоже. Ветераны самарской сцены. Уже точно. Вот. Ну, плюс, как бы, занимаюсь концертной деятельностью. То есть, там, в рукбаре-подвал, там, или вообще, там, на самарских каких-то площадках. Естественно, самарские коллективы исполнители. Вот. Сергей Лысенко у вас вот недавно был в эфире. Вот. Зачастую мы с ним сотрудничаем. Вот, кстати, что люди пишут в вашей группе. Ну, да, станционный смотритель пишет Павел Максимов. Отличная группа. Все прекрасно звучит. Многие песни в фаворитах. Но «Шесть океанов» — это оголенная душа. Открытая, поданная на тарелочке песни. Хочется слушать и слышать каждый трек «Отдельно прожитая жизнь». Спасибо, Павел. Вот, собственно, такие какие-то интересные комментарии приходят именно от слушателей, поклонников и так далее. Но, тем не менее, наверняка, ведь есть те люди, без которых проект не состоялся бы. Вот, может быть, о них поговорить? Кто эти люди? Кому хочется сказать спасибо? Кого хочется благодарить отдельно? Кому не благодарить? Сказать, слава богу, что ты ушел? Ну, из нашего проекта, вообще из поля зрения. Есть ли такие? Нет, благодарить надо слушателей, в первую очередь. Которые приходят на концерты. Ну да, нет, ты прав. Ну вот, взять всех музыкантов, которые так или иначе принимали участие в проекте «Шесть океанов», хочется отдельно поблагодарить каждого и одновременно всех. Потому что, ну, шли рука об руку всё время вместе, а уходили, уходили. Здесь просто какие-то жизненные обстоятельства складываются скорее. Тут никто там, всё, я больше нет. Такого не было, просто как-то само собой течёт, знаете, как по какой-то буддистской, что ли, тропе такой. То есть всему своё время, своё место, да, относимся спокойно и с чувством благодарности всё равно, конечно, всем музыкантам, которые когда-либо играли со мной и принимали участие в проекте. — А вы в жизни дружите друг с другом? — Да. — Или вы исключительно такой вот дуэт, такая вот единица творческая? — Да, дружим, конечно. — Артём? — Ну, конечно, дружим. У нас куча совместных работ. — У нас просто нет времени, чтобы... — Не дружить, да, не дружить, да. — У нас каждый день практически мы пересекаемся, так или иначе, там, будь то эвстанционный смотритель, там, бюро или репетиции. Мы же репетируем всё-таки ещё тоже до кучи. — Ну вот ты сказал, что ты в «Варваре» попробовал для себя, да, новый фолк, такое звучание. Что на очереди? Уйдёшь вообще во что-то другое? Я не знаю, романсы, вот, пожалуйста, раз Артём тут пробует, ковыряет, как ты говоришь. — Ну вот мы сейчас заняты программой как раз вот к 120-летию Есенина. То есть пока я вот не ищу никаких для себя там таких вот ништяков, типа какой-то фолк, там, Ревякин или Егора Летова, там, музыка, на что вот раньше там ориентировался, более-менее сейчас нет, сейчас такой цели нету, чтобы мне что-то понравилось. Мне всё нравится. И Ревякин, и Летов, и там ещё куча артистов, но в данный момент вот мы работаем чисто над программой к 120-летию Есенина. — Это что-то будет прям вообще новое, то есть песни, которые мы знаем, которые они будут. — Новый альбом, всё будет, да. — То есть прям совсем новое всё будет. Сложно ли как-то выбирать из текста? — Из текстов? Когда как. — Ведь это не совсем наш современник, но тем не менее такой актуальный даже сейчас. — Когда как. Иногда стихи сами ложатся, то есть ты можешь читать стихотворение, и в голове нарисоваться мелодия, ты просто берёшь гитару и начинаешь как-то подбирать. — Иногда бывает, да, тяжеловато. Ну, что называется, не прёт. Такое же тоже бывает. Ну, я считаю, обычный процесс, ничего такого тут нет. Ну, единственное, что хочу сказать, то, что выжимать из себя никогда я не буду. — Сесть надо, да. — Да, нет, этим сугубо я не занимаюсь. — Меня прям порадовала тенденция Артёма на романс. Я прям уже, мне кажется, что-то это будет... — Не тенденция, а один романс. — Ну, все равно. — Постараемся внедрить новый альбом. — Это же интересно. — Он же не будет весь. — Ну, рассказывайте, когда, где, что состоится, ваш концерт, если вдруг кто сейчас зацепился и хочет это послушать живьём, а, друзья, поверьте, это нужно сделать. Я думаю, Серёж сейчас вот как раз-таки, глядя на вас, вот в эту камеру, будет приглашать, и Артём к нему присоединится. Давайте, дерзайте, друзья. — Двадцать восьмого февраля, друзья, ждём вас в рок-баре «Подвал» на наше девятилетие. Будем рады всех видеть. Для вас как раз вот очень большая программа. — Гости. — Гости хорошие, да, куча сюрпризов, ну и автопати потом в кафе рядышком. — Артём, есть что сказать всем тем, кто придёт и тебя посмотреть? — Тольяттинские слушают какие-то люди? — Конечно, у нас вся губернешка. — Двадцать седьмого с той же программой, с юбилейной, будем в Тольятти, в бар «Кирпич». Я думаю, все тольяттинцы его знают. — Конечно. — То есть кому удобнее в Тольятти, пусть ходят в Тольятти. — А кому удобнее туда и сюда приехать? — Да, будут по-любому такие, есть люди. — Понятно. Ну что, у нас остаётся шесть минут до конца программы. Я думаю, что-то сыграем такое. — А вот как раз из новой программы сыграем. — А вот, прекрасно. Давайте послушаем эксперимент какой-то, я так понимаю. — Нет. Песня на стихе Сергея Есенина — это одна из вещей, которая будет новой нашей программе. — Сыпь тальянка звонко, Сыпь тальянка смело, Вспомнить, что ли юность Ту, что пролетела, Пусть она услышит, Пусть она поплачет, Ей чужая юность Ей чужая юность Ничего не значит Ну а если значит Проживёт не мучаясь Где ты, моя радость? Где ты, моя участь? Где ты, моя радость? Где ты, моя участь? Лейся, песня звонче Лейся, песня зряйше Все равно не будет Так, как было раньше За былую силу Гордость и осанку Только и осталась Песня по тальянку Только и осталась Песня по тальянку Гитара расстроилась Такой прямой эфир Всякое бывает Конечно В любом случае, друзья Если есть у вас возможность Сейчас ещё позвонить И задать нам вопрос У вас есть несколько минут Для этого 202-11-22 Ты, как настоящий музыкант Я помню, хранишь порванные струны здесь, да? Храню Ну, я не знаю, всё равно ведь многие таких вот, например, элементов украшения, гитары не приветствуют А у тебя здесь вот всё так эпатажно, всё так торчит, я не знаю, всё так красиво выглядит Не причёсано Да, да, да Вот в чём дело Сколько у тебя музыкальных инструментов? Ты не забираешь коллекции какие-то? Коллекции нет Вот как раз сейчас ещё Ну не то, что как коллекция Три гитары, это же не коллекция Ну, уже начало Ну вот одну разбили Вот одна здесь со мной Одна готовится к тому, чтобы её купили Вот одна лежит дома Понятно В принципе, ты не из тех фанатиков, кто собирает разные-разные Артём, сколько у тебя инструментов? Три Тоже три Три акустические, две электрические шестистронные гитары Ну они обычные, ничьи, там никому-то не принадлежавшие Мне принадлежавшие Тебе принадлежавшие То есть потом, лет через сто мы будем их продавать Нет, почему? Может они так и будут лежать Не обязательно продавать Что с ним продавать? Ну, на аукционе за миллион долларов Нет, не надо Пусть лежат Как достояние Ну это вот сейчас так говорит Когда будет нужен миллион Понятно Дай бог, дорасти Ну, я вот хотела спросить Ты в Шести океанах поёшь сам? Вот сам поёшь? Не было ли такого, чтобы сделать трибьют, например? Трибьют чего? Ну, своих вот этих песен пригласить Себя Трибьют себя Трибьют в Шести океанов и пригласить петь известных своих друзей, музыкантов Да ну, они и так поют, в принципе У нас музыка-то простая Тут гитарка Поэтому любой мальчик, умеющий играть на гитаре Кому нравится, он может на кухне спокойно подобрать и спеть Такие люди, безусловно, есть Но нам интереснее было сделать трибьют на станционный смотритель И это успешно прошло Было порядка пяти групп, которые откуда столько набралось Да, они пели мои песни Было очень приятно, конечно Со стороны наблюдать, смотреть Сделали даже в СКА обработки Песня Помпеи такая есть Она здравия Ну, панк рок Сделали из нее СКА Достаточно забавно звучало Ну, друзья мои Пришло, наверное, время не собирать камни А еще раз всех пригласить 27-го в Тольятти 28-го здесь, в Самаре У нас состоится концерт группы Шесть океанов Если вы еще не знакомы с творчеством коллектива Хотя, мне кажется, что любого спроси Уж Сергея Тоснеговского знают Артема любят И, конечно, будут рады увидеть всех тех, кого вы заявили И Коля Ляхова И многих артистов, которые придут поддержать ребят И скрип, я тут понимаю, будет И какие-то другие Да, да, да И фоно, наверное, тоже что-то Фоно будет А кто будет на фоно-то у вас? Вот Николай Ляхов как раз И еще один Маэстро Маэстро Еще один маэстро Еще один маэстро То есть, в принципе, какие-то сюрпризы в любом случае Ожидаются Какие-то, мне кажется, уж ребята для вас подготовят Что-то, чего, я думаю, будете Чему будете рады И чему будете удивлены Спасибо большое вам творческих успехов Спасибо вам, Юля И десятилетия, я думаю, что это будет уже более масштабный Может быть, в других площадках, в других декорациях концерт Всероссийский Да Почему нет? В любом случае, спасибо вам большое До встречи Ну а вам, друзья, хорошей недели Хорошего настроения Музыки побольше Хорошей, качественной И я думаю, что вы сегодня, может быть, познакомились с ребятами И сделали уже какие-то для себя выводы До встречаемся на концерте в Самаре До встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»